Русская слава В начале нынешнего года творческая группа алтайского телевидения побывала в частях и подразделениях западной группы войск. Поездка сама по себе обычная. Ежегодно съемочные группы краевого телевидения бывают в войсках, где проходят действительную воинскую службу алтайские парни. Но время расставило свои акценты. Командировка в ГДР оказалась неординарной. Съемки эти уникальны еще и тем, что идут последние месяцы пребывания советских войск на земле Германии. Нет уже и ГДР, есть экономически сильное государство, связанное с историей России вековыми узами. На каждом шагу, в каждом кадре этого материала связь истории двух великих народов, русского и немецкого. И для родителей сегодняшних солдат, и для тех парней, кто только собирается надеть военную форму, интересно, какая у нас служба за границей, в Германии. Об этом письма с Родины. Ты откуда родом? Я родом с Алтаем. Откуда именно? Советский район села Ситовка. Кто тебя там сейчас ждет? Меня? Да. Родители? Ну, а кроме родителей? Ну. Девушка есть? Ну, есть. Пишет письма часто? Да не очень. А ты ей? Ну. Слушай, о чем вот солдат письма пишет домой, на Родину? Солдат? Ну, на службе. Что еще можно писать? Из армии домой. Ну, и что ты пишешь о службе? А как служба идет? Ну, служба нормальная. Живи, здорово. Ну, а вот чувствуется, что так далеко от дома, от Родины? Ну, сейчас уже нет. Ну, когда сначала, когда приехал сюда в Германию, когда учебки был, чувствовалось, сейчас привык. А вот что за особенность службы вот за границей, вот здесь, в Германии? Более от Родины служишь. Что за границей? Интересно. А с немцами, вот с местным населением какие-то у вас отношения поддерживаются? И что это за отношения? С местными? Ну, они дружелюбный народ, немцы. А здесь вот не чувствуется, вот война, вот 45 лет прошло, а тем не менее, мы вот сегодня проезжали, какие-то доты, какие-то старые развалины, могилы. Вот атмосферу какую-то такую чувствуешь, понимаешь. Нет. Память. До октября нынешнего года для миллионов немцев, восточных и западных, виделась она наяву в тысячах кубометрах железобетонной стены, разделяющей один народ на две неравные части. Четверть – жители социалистического лагеря, три остальные части – граждане Федеративной Республики Германия. Противостояние последних 45 лет было, безусловно, вынуждено. И ситуация, сложившаяся к началу нынешнего года в Центральной Европе, это прямой результат активной внешней политики СССР. Ведь практически ничего не теряя, лишь отказавшись от экспансии сомнительных идеалов, наша страна повернула к себе лицом государства, чья экономика заинтересована в подъеме уровня жизни населения Советского Союза. Берлинская стена в нашем материале, она останется как символ принятия и одобрения курса на всеобщее взаимное стремление жить лучше и жить вместе. Безымянный художник, и миллионы немцев, кажется мне лучше, чем мы, понимают, что поворот от конфронтации к сотрудничеству стал возможен с приходом в нашей стране к руководству нового лидера, нынешнего лауреата Нобелевской премии. Пламяк. Хорошо помнят немцы свою историю, но и мы никогда не забудем жертву, которую понес наш народ во время Великой Отечественной войны. Для нас она тоже олицетворяется тяжелым камнем Хатыни, Пискаревского мемориального кладбища, Бабьева и Яра, Трептов парка в Берлине. Но есть и память живая. Она передается от отца к сыну. Передается в письмах. Матрон… Матронщиков. Матрон Путев Он участвовал при освобождении Минска, Белоруссии. И так получилось, что он участвовал в штурме Кенигсберга и был ранен. Он у меня фронтовик, имеет награду, два ордена. Он мне рассказывал, что чувствовал. Как будто сейчас находишься в те времена. Как были там здания, дома, постройки такие остались? Говорят о том, что два года службы в армии, это чуть ли вообще не напрасно потерянное время. Вот как ты считаешь? Действительно это так? Ну, в некотором вроде, конечно. Ну, чем мы тут занимаемся? С этим же успехом можно было здесь и год провести. Вот какое-то самое, вот как сказать вам. Ну, идет та же служба, наряд, все это самое. Ну, два года слишком многовато вообще-то. Сколько ты считаешь, надо служить в армии? Ну, год-полтора, не больше, наверное. Ну, навыки же мы приобретаем, так? Вот нас учат где-то, вот мы связисты, например. Полгода там в учебке проучились. Уже, это самое, специалисты классные. И здесь вот еще полтора года. Для чего непонятно, когда через полгода придут те же молодые ребята, которые нас заменят, которых мы через полгода также научим работать. Ты ведь из Барнаула родом, да? Да. Где ты там живешь? В районе Кирова. Слушай, Олег, ну вот, как тебе к армии? Вот хотел ты в армию послужить или боялся, как сейчас большинство молодых людей? Нет, шел нормально, безразлично было. Сколько ты уже отслужил? Почти полтора года. Ну и как вот эти полтора года? Трудно? Тяжело? По первости, да, но потом привык. Ничего, можно. Родители беспокоятся, пишут в письмах, вопросы задают, наверное, всякие. Да, мать спрашивает, как ты там, что. Все нормально, чего я могу ищить. Вот так вот и пишешь, все нормально. Конечно. Служатся отличные, конечно, что можно сказать. Словия идеальные для солдата. Другого просто не можно. Нельзя было представлять нашей жизнью такой солдатской. По дому скучаете? Бывает, конечно, местами, но в основном занятое все время. Родители вот жалуются, что нечасто вы пишете им письма. Какие родители такие, дети. Я думаю, что я своей маме пишу. А что пишешь? А чем пишешь? Пишу в основном, конечно, хорошее. Ну, а если вот чуть подробнее. Вот что? Как? Ну, как? Ну, нормально, служба идет. Все нормально, жив, здоров. Кормят хорошо? Нормально, хватает. Что такое за солдатский быт? Например, вот самое простое. Подшиться, намотать портянки. Трудно даже сначала получалось. Незнакомый, потому что ни разу не встречался. Здесь приходилось уже спрашивать у более... Ну, солдат, которые прослужили, больше в армии знают, умеют уже. Помогают вообще ребят друг другу? Да, вот помощь со стороны тех, кто больше прослужил, очень большая. Понимают, наверное, что смена должна остаться какая-то для работы. Волнуется. У нас нормально все. Для меня волноваться им не зачем, буквально. Меня зовут Виктор. Сами с Украины, но жена у меня с Алтая. Живет в городе Бийске. Пользуясь случаем, я хочу передать привет своей тёще, которая живет в Бийске, Наталье Михайловне. И тесте, естественно. Ну, и бабушке, Валентине Николаевне. Скоро увидишься с ними? Да, уже скоро. Ну, как скоро? Вот такая служила. Следующей весной приеду к ним в гости. Слушай, ну и как жены с Алтая? Хорошая жена. Я бы хотел передать своей маме, папе, конечно. У меня три сестры. Сестренкам передать. Всего самого хорошего, наверное. Что простили своих детей. У меня четыре племянника. Семья у нас большая, дружная очень. Что простили племянников, чтобы они были защитниками нашей Родины. В дальнейшем. И достойными. Хочу пожелать хорошего, всего благополучия своим односельчанам. Ну, я думаю, помнят на меня еще там, не забыли. Ну, я бы хотел пожелать, прежде всего, это мирного неба. Мира. Чтобы не беспокоились, не переживали родные, близкие, мама. Что служу нормально, все хорошо. Защищаю, как требуют от этого командиры, начальники. Ну, может, это высоко, конечно, сказано. Защищаю, но все равно в любую минуту готовы встать на защиту Родины, если что случится. Если что случится, и наши 18-летние парни, наши земляки с Алтая, выполняя свой гражданский долг, находясь в рядах Советской Армии, готовы защитить Родину, земли Германии, как были готовы в Корее и Вьетнаме, Чехословакии, Кубе, Анголе, Назамбике, Афганистане, Египте, Сирии. Вспоминайте, телезрители, многие из вас лучше знают. Эти многие и многие точки на земном шаре, где 18-летние ребята выполняют присягу на верность Родине. Но вот ведь как случается. Во время этих съемок удалось нам увидеть и отработку такого элемента вождения боевой машины, как погрузка на железнодорожные платформы. Редко удается журналистам увидеть столь символичную картину. Мы сейчас видели, как вы блестяще водите. Действительно грозную машину. И тут только знали, что вы еще и земляк наш. Откуда вы? Я родом со станции Леньков. Жил в Заринской. Есть такой город недалеко от Барнаула. А сейчас живу в городе Омске. В данный момент служу в группе советских войск Германии. Вот наши ребята, наши земляки. Как служат своим? Значит, ребята с Алтая служат хорошо. Водят машины прекрасно. Стреляют тоже. В четвертый период они уже увольняются. Подготовлены они профессионально, можно сказать. Но это вы совершенно искренне? Не в связи с тем, что телевидение Алтайское приехало? Нет, нет. Они действительно служат прекрасно. В глядя на эти искорюженные деревья, растущие среди порушенных укреплений тысячелетнего рейха, на потрясающий замыслом мемориальный комплекс, где рядом два памятника, немецким и русским солдатам, погибшим в битве за Берлин, невольно задумываешься над историческим прошлым. Ведь если исключить азиатское, татаро-монгольское нашествие, угроза Руси всегда приходила с запада. Но пустые бойницы порушенных дотов, соседства русских и немецких могил, не дают ответ, кто виноват в этом противостоянии. И уж думается мне непростой немецкий народ. Ведь парни, которые лежат под могильными плитами, каждый по-своему выполнял свой долг, каждый защищал свою родину. Мы держим и течет время. 45 лет прошло, как установлены эти памятники. Советским и немецким солдатам. 45 лет, как над всей Европой, мирное небо. Встречу с нашими земляками в частях западной группы войск хотелось бы нам закончить разговором о будущем. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 А вот тут 22 года поездили на этих машинах. Хорошими директористами должны быть у нас на Алтае. Да, земли на Алтае много. Пахать надо. Наверное, будет землю пахать хорошо. И будем надеяться, что у нас все-таки со временем будет все меньше танкистов, больше хороших директористов. Да? Наверное, к этому все и идет. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ